Вся ситуация с журналистом Иваном Голуновым является одним из актов проведения крупномасштабного Майдана по совершению государственного переворота, устранения Путина от руководства страны, развязывания в стране гражданской войны и расчленения ее на сувенирные государства. Ну, ровно так, как американская страновая элита сделала это на Украине. Вот все, если вы обратили внимание, то происходят такие разные случаи, которые растянуты во времени. Например, арест Мамаева и Кокорина. Это выбивание футбольных фанатов. Осуждение полковника Захарченко и арест офицеров ФСБ с наличными деньгами. Это арест кассы на проведение уличных беспорядков Майдана, как это было на Украине. То есть это были заготовлены деньги под беспорядки. И вот так вот много-много-много. И вот все эти элементы, они были заложены заранее, чтобы, наслоившись на одно событие, когда в марте месяце вывели бы людей на улицу, все бы прыгали, скакали, а в это время власть бы по-прежнему совершала вот такие поступки, которые бы только озлобляли людей. Естественно, это накачивало бы уличную истерию, создавало необходимую картинку, которая бы позволила совершить государственный переворот. И если мы посмотрим на действия всех либеральных СМИ, которые вдруг ни с того ни с сего тут же заявили «я, Голунов» и прочее, и начали, все мы там, Голунов, начали вот эту вот кампанию, мы видим, что это все абсолютно срежиссировано. И сам арест Голунова, он абсолютно срежиссирован таким образом, чтобы было видно подстава. Вбрасываются фотографии, которые потом дезавуируются, вбрасывается информация, которая потом дезавуируется. То есть это сделали спецслужбисты, находящиеся на службе, на структурной службе. Это надо понимать. Они сознательно и структурно работают на интересы Соединенных Штатов в совершении государственного переворота. Они сознательно все это делали, чтобы людям это в глаза бросалось, что вот какой беспредел творит власть, и нужно здесь всем подниматься. Но эти же, такие же спецслужбисты, находящиеся на службе Соединенных Штатов, громят в России бизнес, занимаются отжимом, наездом, рейдерскими захватами, осуждают людей неправосудно. Они все структурно работают на одно. Если сейчас правительству нужен инвестиционный климат, то когда вот таким вот образом спецслужбы расправляются с честными предпринимателями, никакого инвестиционного климата не будет. В стране нужно развиваться по всем приоритетам управления. Нужно иметь полный спектр экономики для того, чтобы двигаться вперед. Значит, мы выбьем тот самый сегмент, который создает комфортность жизни государства. А как только мы выбьем вот этот сегмент, значит, посыпятся и высокотехнологичные отрасли. Отсюда же и действия правительства по повышению цен на бензин и все прочее. Это все согласованные действия по совершению государственного переворота. И Голунов в этом отношении всего лишь элемент. Но если вы посмотрите, вот все, как я уже сказал, по времени растащено, да, то есть они должны были все это компактно провести, антирусские силы, все подпендосники, все эти действия должны были компактно провести, чтобы одно следовало за другим, чтобы градус недовольства толпы повышался, то, чтобы прыгание вот это все нарастало, нарастало, и события в Екатеринбурге, и создание негативного отношения к РПЦ. Это все в одной связи, все в одной связке. И все это должно было быть компактно. Но это, поскольку растянуто по времени, то это позволяет, в общем-то, государственным силам разбить противника по частям. То есть они каждый раз бросают в бой новую заготовку, и она разбивается. А вот если бы они одно за другим, или были бы звеньями одной цепи, это было бы значительно-значительно труднее преодолеть. А может быть, и могло бы привести к такому срыву государства, как это привело на Украине. Наши правоохранительные силовые ведомства должны быть подвергнуты тотальной чистке. Вы поймите, что они создавались на протяжении практически 20 лет. В течение 10 лет 90-х годов из органов был выметен профессиональный генералитет, который мог работать на интересы страны и достаточно профессионально. был сформирован политический генералитет, который заинтересован в проведении в отношении России исключительно не политики Соединенных Штатов, а оккупационной политики Соединенных Штатов. Именно в этом проблема наших правоохранительных органов, что в основном политически полиция была сформирована как оккупационная полиция, которая представляет интересы другого государства, что и позволяет. Посмотрите, ведь сколько уже Путин обращался и говорил, нельзя допускать неправомерного возбуждения уголовных дел, нельзя сажать людей просто так в тюрьму, потому что пока вы возбудили уголовное дело, он сидит в тюрьме, его бизнес разобрали по частям, а потом он выходит нищим. Это и в лучшем случае он выходит, а то ведь его ни за что, ни про что осуждают, и он сидит в тюрьме. Это же делают люди, которые идеологически ненавидят Россию. Вы вспомните, как на 9 мая полицаи бросались на Знамя Победы. Для них это Знамя Победы – личное оскорбление. Они хотели бы, чтобы победил Гитлер. Потому что помните Владивостокского полицея, тогда еще милиционер, который ударил женщину с ребенком и досталось и ребенку на руках двухлетней девочки, и матери, он же получил повышение. Он же, тогда же была потом проведена реформа полиции, и он от президента Медведева получил и повышение в должности, и повышение в звании. Вот каких людей подбирал Медведев и подбирал Ельцин. Все это враг не переломить. Это нужна серьезная систематическая работа. Но если здесь мы вот реально видим, как люди для того, чтобы выслужиться перед конкретно зарубежным государством, создали политический напряг в стране, совершив противоправное, они совершили уголовно наказуемое преступление, так их что, оставлять в органах или все-таки воспользоваться моментом и все-таки выбить хотя бы вот этих вот подпиндосников? А на их место, может быть, придут нормальные патриотические люди, которые будут соблюдать закон России и работать в интересах России, а не Соединенных Штатов. Ведь эти же люди, которые вот все это творят, они же нарушают законы, они знают, что они нарушают закон, но им закон не писан, их надо вычищать. Общественные процессы и распознавать уловки манипуляторов. Настольная книга огромного сообщества людей, именующих себя сторонниками концепции общественной безопасности. Уникальный, не имеющий аналогов инструмент формирования образно-логического мышления. Универсальная система управления жизненными обстоятельствами. Десятки переизданий со дня первой публикации. Постоянный рост интереса думающих читателей на протяжении 20 лет. Достаточно общая теория управления. Покупайте в интернет-магазине conceptual.ru Узнай больше на Conceptual.RF Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok